Заместитель председателя агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Улжас Бектенов подробно рассказал о работе, которая направлена на искоренение коррупции в системе образования. Если раньше мы находились на 87-м месте по коррупции, то в прошлом году этот показатель снизился на 10 пунктов. В то же время специалисты отмечают, что за последние три года в стране к уголовной ответственности были привлечены 228 педагогов. Мы считаем, что родители не обязаны нести какие-либо расходы на ремонт или проведение мероприятий в организациях образования и рассматриваем подобные факты как коррупцию. Из бюджета выделяются достаточные средства на все указанные цели. О том, как предотвратить коррупцию в сфере среднего образования, поделился вице-министр Асхат Эмма Ганбетов. В учебных заведениях необходимо внедрять и развивать цифровизацию, а методику Назарбаев интеллектуальной школы начинать применять в средних учебных заведениях. Также стало известно, что в будущем появятся электронные очереди в школы и различные кружки. Новый учебный год начался. Возможно, что уже сейчас в школах начнут делать поборы. Но мы все это контролируем. У нас создана специальная мониторинговая группа, которая следит за всем. До этого уже были случаи, когда с родителей незаконно брали деньги на ремонт, констовары. Такие жалобы к нам поступали. Все обращения мы рассмотрим в рамках закона. Участники совещания подробно остановились и на деятельности попечительских советов, которые были созданы во всех школах. Они отметили, что взносы должны быть добровольные, а не носить принудительный характер. А для прозрачности счета попечительских советов должны быть официально открыты. Для сферы образования вообще вопросы коррупции это неприемлемо, потому что мы должны воспитывать, наоборот, детей в духе патриотизма и того, что коррупции мы не должны давать никакую дорогу. И у нас хороший проект вместе с агентством есть по Адалдаме Кептера и другие хорошие совместные проекты сейчас проводятся. Напомним, что в Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции работает колл-центр. Его номер 1424. На него вы можете обращаться с жалобами и предложениями, в том числе и по фактам коррупции. Динара Сартаева, Еркел Ван Тойболдин, Зарина Зупыхар, телеканал СРРК.